Всем привет, мои хорошие! С вами Акемили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Часто уже в комментариях я видела, что раньше я обещала вам, что роллы это будет сериал неделю один раз, и уже, наверное, где-то дней 10 я не снимаю видео про роллы. Решила заказать, решила это исправить, ну как же! Обожаю просто! В этот раз я заказала Калифорнию, Филадельфию, и еще горячие роллы с такой шапочкой. Я их просто обожаю! И вы знаете, в одной доставке на фотографии как раз-таки были вот такие вот роллы с шапочкой. И потом, по факту, мне привезли другие без шапочки. Я потом уже звонить выяснять, где шапочка не стала. Пробуем! Обалденно! Сзади, видите, я придумала целый механизм, но почему-то я... Получается так, что я головой закрываю это все. У меня, ребят, скоро день рождения. Вы уже знаете, это 11 числа. Мне исполнится 16 лет. Я вот думаю сейчас, как праздновать, что делать. Для меня идеальный день рождения. Это все, и покушал. Все. Но я хочу, чтобы мои друзья тоже как-то отдохнули в этот день. И получается, что я буду с Фати праздновать отдельно, с Шелли праздновать отдельно, с родителями в этот день. Родственники приходят. Уже который год в мой день рождения папы и брата нет рядом. Это, с одной стороны, очень печально. Потому что раньше, я помню, мы садились за круглый стол. И все вместе праздновали. Вот этого вот мне немножечко, если честно, не хватает. А в прошлом году у меня был просто ужасный день рождения. Я даже в Инстаграме, ни в каких соцсетях не говорила о том, что у меня днюха. Никто меня не поздравил. Вот. Поздравили лишь те, кто реально помнил. Какие крупные, какие вкусные. Просто идеальные. Раньше я любила только запеченные. Сейчас я ем все. Но просто вот эти с шапочкой, они нереально вкусные просто. Вчера нечаянно удалила видео. Которое было не смонтировано, но все же. Я же вас спрашивала в Инстаграме, хотите видео 15 фактов обо мне? Вы сказали, да. Я составила действительно интересные факты, которые я никогда не говорила в видео. Ну или где-то, когда-то что-то говорила. И сняла видео. Видео получилось очень интересным, знаете, таким ярким, классным. И так получилось, что я нечаянно его удалила. Я думала, что я скинула на компьютер. Поэтому решила с фотико удалить. А когда уже удалила, вспомнила, что не скинула на компьютер. Но сейчас уже проще будет снимать, потому что самое главное я составила. Это 15 главных фактов о себе. Нужно теперь переснимать. Имбирь. Обожаю имбирь. С этим сетом мне положили 3 пары палочек. Некоторые доставки у нас в Азербайджане. Они доставляют... У меня такое ощущение, как будто у меня на голове корона. Классно. Неудачно, да, как-то я вот эти гирлянду повесила. Причем на скотч такой. Мама увидит меня, повесит вообще. Скажет, ты знаешь, сколько стоят эти обои? Кстати, у нас вот в квартире это самые дорогие обои. Вроде ничего необычного. Я не знаю, почему они так дорого стоят. Я помню, у нас даже мастер, который клеил обои. Он специально выбирал самые дорогие обои. И говорил, что только с этими обоями у вас не будет видно швов. Впоследствии уже выяснилось, что, оказывается, дело тут-то не в обоях, а швы не видны, когда мастер хороший и клеить умеет. Так что вот так вот. Ну, сейчас мне, честно, белые обои нравятся. Если бы у меня была бы своя квартира, я бы везде поклеила бы белые обои. Однотонные. Мне кажется, так стильно. Мне все хочется белое. Не знаю, мебель, занавески. Вот это все ретро, мне кажется, уже даже не модно. Не модно, не актуально. Ой-ой-ой. Берем. Кушаем. Интересно, кто первый у меня поставил в своем рождении. Когда я должна была родиться, папа думал, что это девочка, и даже в УЗИ врач сказал, что это будет мальчик. Папа был настолько рад, что у него будет второй сын. Они с бабушкой просто не могли найти себе место. И радовались. Вот, у меня будет сын. Но на Кавказе как-то, знаете, сын это что-то круче, чем просто дочь. Вот. И даже мне имя придумали. Вы сейчас рожать будете. Я не знаю, я говорила или нет. Но меня хотели назвать Ширхан. Ширхан. Ужас. Мне кажется, Бог услышал, как меня хотят назвать. Они подумали, жалко мальчика. Давай сделаю из тебя девочку. То есть все родственники, не знаю, все дома. Покупая колыбельку, что-то там, одежду какую-то покупаю, уже со 100% были уверены, что это будет мальчик. У меня у бабушки, у самой семеро детей. И она говорит, что всегда, когда она была беременна, она знала уже по своему животику, это будет мальчик или девочка. И даже иногда, вот, например, у нас соседка. У них есть невестка, и она была беременна три раза. И каждый раз она с точностью угадывала пол ребенка. Я говорю, бабушка, тебе надо экстрасенсом работать. Но в моем мамином случае она не указала. Ну, сейчас папа счастлив, что у него есть и сын, и дочка. И потом перед родителями встал новый вопрос. Если это не мальчик, не сирхан, как же ее будет звать? Начали думать. Мама хотела меня назвать Эльвиром. Кстати, Фатину маму зовут Эльвира. И мама каждый раз, когда я про нее говорю, она говорит, вот я тебя тоже хотела назвать Эльвиром. Я говорю, мне Айка тоже нравится. Мое полное имя Айнур. И назвала меня двоюродная сестра. Вот. Вкусно. У меня такое ощущение, что сзади... Да. Отклеилось. Я не знаю, на что клеить. Я беру маленький кусочек скотча специально, кстати. Чтобы как бы минимально испортить обои. А получается, с таким кусочком они не держатся. Вот я психану, возьму супермомент и приклею. Смотрите, какая красота. Я не знаю, я вам сказала или нет, но я сегодня снимаю влог. Ходила в супермаркет, там поснимала. Что я купила сегодня? Купил себе органайзер, его сняла. Не знаю, просто знаете, какая домашняя рутина. Вот ничего более. Хотела бы ты когда-нибудь иметь в гардеробе дорогую вещь? Смотря какую именно вещь, если честно, но никогда за какими-то брендами я не бегала, если честно. И дело тут не только в финансах. У меня, например, была одноклассница. Она в год покупала одну вещь. В год, представляете, одну вещь, но супер дорогую и носила только ее. То же самое касается и каких-то других вещей. Например, парфюмов или, например, косметики. А у меня всего должно быть много. Вот элементарно у меня хайлайтеров штук 15 разных. И там особо-то и люкса нет. Ну, не совсем прям, знаете, Китай, Китай. Да, там Revolution, Maverin. Такие марки. Вкусняшка. У меня никогда не было супер дорогих брендов. Никогда. Супер дорогие, я имею в виду Gucci, Versace, Hermione, Gilda, Zegna, я не знаю, какие-то такие марки. У меня, к сожалению, не было. Ну, парфюмы не считаются, конечно. Парфюм, наверное, мой. Это самая дорогая вещь, которую я когда-то покупала. Хотя нет, у меня еще есть жилетка. И так, следующий. Иди ко мне. Мне, честно, не стыдно это признать. Я люблю, когда всего много. Пусть даже не супер дорогого. То есть, есть люди, у которых есть, например, два тональных средства, две пудры, одна палетка, и им хватит. У меня не так. У меня должно быть пять палеток, десять хайлайтеров. И иногда, когда у меня, кстати, нету настроения, я просто сижу и начинаю свочить свои хайлайтеры. Я не знаю, с чем это связано, но это меня настолько успокаивает. Мне так дает этот кайф. А когда я голодная, я начинаю смотреть мукбанки и, наоборот, знаете, еще хуже себе делать. Обожаю просто смотреть, как кто-то ест. И сама, кстати, снимать. Вкусно. Даже не знаю, сколько штук здесь было в этом сайте, но этот сайт я никогда не заказывала. Решила сделать какое-то разнообразие. Вот интересный вопрос. Каких блогеров ты смотришь? Я очень люблю смотреть САСС АСМР. Как она мне нравится. Она настолько красиво преподносит еду. Она немного ест. А вот я говорила уже в видео, что она очень мало может даже съесть. Но она съест настолько красиво, настолько эстетично. Я очень люблю такие вещи. Она очень красиво преподносит. Но есть, знаете, такой минус. Когда я ее смотрю, я хочу то же самое, что она ест. Но тех продуктов, которые она показывает, у нас в супермаркетах нету просто. Иногда она ест что-то такое, что я даже не знаю, что это. Она часто использует такой, знаете, жидкий сыр. Макает наггетсы туда. Вот этот жидкий сыр я уже ищу по городу уже, наверное, год. Никак не могу найти. Не мешает ли твоя нация тебе снимать видео? Почему это как-то должно мне мешать? Когда вижу, что сториз уже 15 минут, теряю надежду, что ты ответишь на мой вопрос. Да, если честно, есть такой момент. Я обычно отвечаю на вопросы, которые задавались первыми. И если вы видите, что я поставила историю с вопросами уже где-то час назад, уже даже не стоит задавать вопросы, потому что, скорее всего, видео уже снято. Вопросы уже отвечены. Поэтому, к сожалению... Без толку писать вопрос. Обалденно просто. Давайте... Ой-ой-ой. Пожалуйста, давай только не шапкой вниз. Только не шапкой вниз. Хочешь завести себе кота? Вот элементарно сейчас я спустилась вниз, когда шла в супермаркет, покупала вот эту гирлянду и так далее. И я увидела там собачку с щенятами, 7 штук. Это была такая милота. Я пошла, купила им корм. Прямо рядом был супермаркет и покормила. Щенята, правда, корм не стали кушать, но зато мамочка поела. Вот. Очень хочу, на самом деле, кошку или собачку. Но моя мама категорически просто против. Мама говорит, что сначала научись за собой убирать, потом заводи животное. Так вот, за собой убирать я пока не научилась, поэтому животное тоже пока что ждет, ждет моего прихода. Помнишь, я тебе писала в директ, чтобы ты затронул тему про животных в цирках? Вообще, я, если честно, в цирках была, наверное, раза два. И реально, с одной стороны, очень жалко этих животных, которых бьют, плохо с ними обращаются. Эта девочка как раз-таки мне писала про то, что у нее знакомый работает в цирке. Если я не ошибаюсь, это та девочка, да? То есть я точно не помню, но просто одна девочка мне писала, что ее знакомый работает в цирке, и там с животными обращаются очень-очень плохо. И то есть эту тему нужно затрагивать, как-то поднимать. любители животных меня поймут, недокармливают их и так далее. На мой взгляд, самая лучшая борьба с цирком, это просто не ходить туда. То есть если люди не будут ходить в цирк, следовательно, и животных там мучить не будут, потому что это не будет приносить деньги. А пока это приносит деньги, это будет продолжаться вечно. Мне кажется, есть куча других видов развлечений, чем смотреть, как мучают бедные животные. Можно в кино пойти, можно сесть покушать. покушать вообще развлечения, то, что надо. Вы же со мной согласны. Я знаю, что вы со мной согласны, потому что вы тоже так же, как и я, любите покушать. Поэтому мы сегодня здесь собрались. В общем, на этом все. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok